горячее молоко в теплое подогретое я добавила дрожжи и щепотку сахара а также добавляю муку чтобы сделать опару немного муки чтобы так чуть-чуть замешивалось тесто а потом уже когда тесто начнет бродить я добавлю оставшуюся муку мука и ждем чтобы немножко опара поднялась и начало брожение происходить а потом я добавляю еще муки в опару добавляем немного щепотку соли засыпаем муку чтобы образовалось тесто и ставим теплое место я поставлю на плиту на котором я разогревала молоко плита теплая чтобы тесто быстро подымалось конечно тесто надо подождать пока подымется но иногда нет времени ждать я выпекаю сразу иногда просто формирую тесто ставлю на форму и выпекаю если дрожжи свежие хорошие тесто со мной подымется макаю руки в растительное масло и формирую шарики ставлю на форму и выпекаю вот так вот с чуть-чуть молока там было 100 грамм я добавила правда немножко воды ну вот дрожжи хорошо поднялись и вот такое количество помпушек а всего 100 грамм молока было ну плюс там грамм 50 воды я долила смазываем яйцом и отправляем в духовку печем помпушки не забудьте тесто щепотку соли добавить растительное масло чеснок соль и сухая петрушка персили по-французски это называется только купила вчера свежую баночку я люблю сухую петрушку я имею ввиду для пампушек я пробовала со свежим мне не нравится я использую себя сухую петрушку кто любит пушистые пампушки не мой вариант я люблю чтобы не были хрустящие чтобы не было корочка как у батончика ну или как советское время корочку намазывали кирпичика чесноком и все любили это кушать говорят другими слова мне как маленький хлебушек такой хрустящий сверху с чесночком посоленное такое но очень кому что нравится я люблю такие пампушки если кто любит воздушные то это немножко другое тесто и по-другому я всегда делаю такие ну и так как я просыпаюсь 12 час дня вот у меня обед в 5 часов вечера уже за окном темно и наконец-то я сделала себе тарелку борща с пампушками всех с наступающим новым годом